Глубоко под землей, во тьме, лежит целый мир, который ждет, чтобы его исследовали. Пещерные системы, словно таинственные вены, пронизывают нашу планету и хранят истории старше самого человечества. Снова и снова исследователи натыкаются в глубинах новооткрытых пещер на открытие, которые шокируют не только науку, но и весь мир. Сегодня ты станешь свидетелем десяти сенсационных открытий, которые добавляют совершенно новое измерение в наше понимание истории, природы и нашего собственного существования. Самые древние следы Homo sapiens в Европе. Как ты думаешь, где Homo sapiens впервые поселился в Европе? В теплом Средиземноморье или в плодородных Нидерландах? Нет. Самые древние следы Homo sapiens в Европе были найдены в Карпатских горах в Румынии. Пещера Чур-Избук находится в отдаленном районе балканской страны. И именно здесь, как нигде, где лисы и зайцы и сегодня желают друг другу спокойной ночи, наши предки явно чувствовали себя как дома. Эти отпечатки, возраст которых примерно 36 500 лет, принадлежат шести или семи особям. Тот факт, что эти отпечатки так хорошо сохранились, позволяет ученым получить важную информацию о росте, весе и даже характере походки, а значит и телосложении ранних людей. Остается открытым вопрос, почему первые разумные люди поселились в одиноких, непроходимых Карпатских горах, в которых зимой холодно. Кем был человек из Альтамуры? В 1993 году исследователи пещер ожидал редкий сюрприз. В карстовой дыре пещеры Ламалунга, расположенной недалеко от города Альтамура в Италии, они наткнулись на скелет, который всех напугал. Поначалу исследователи пещеры подумали, что это преступление и жертва убийства, но потом оказалось, что это нечто совершенно иное. Скелет принадлежал не современному человеку, а неандертальцу, который жил от 130 до 172 тысяч лет назад. Это делает данный скелет одной из самых древних известных неандертальских окаменелостей в мире. Неандертальцы или Homo neandertalensis были под видом человекообразных и появились в Европе и больших частях Западной Азии примерно 400-350 тысяч лет назад. Более тщательное изучение скелета классифицировало человека Альтамура как представителя раннего неандертальца, который еще имел очень жесткие и архаичные черты. Позже неандертальцы также стали более тонкими существами и, как мы знаем, сегодня смешались с Homo sapiens и таким образом влились в современных людей. 14-метровые кристаллы У большинства из нас название Чихуахуа ассоциируется с милыми маленькими собачками, но исследователи из одноименного региона в Мексике теперь обнаружили нечто, что вообще не имеет отношения к собакам. Лишь по случайности шахтеры проникли в полость под шахтой в городе Найка. Сначала была кромешная тьма, но потом исследователи посвятили в неизвестное помещение. Мужчинам показалось, будто они перенеслись в другой мир. Все вокруг сияло и переливалось. Их окружали огромные кристаллы. Самые крупные экземпляры достигают 14 метров в длину и весят до 50 тонн, и пещера полна ими. В основном кристально чистые кристаллы образовались из селенита – разновидности гипса. Только уникальные геологические условия с множеством редких совпадений могли привести к образованию кристаллов из гипса в этом месте. Сейчас 300-метровая пещера является строго охраняемым чудом природы. Почему эта улитка прозрачная? В пещере Лукина Яма в Хорватии были обнаружены крошечные прозрачные улитки, которые совершенно особым образом приспособились к беспросветной пещерной среде. Улитки живут в полной темноте и передвигаются в экосистеме, которая сильно отличается от внешнего мира. А в темноте им не нужен цвет, поэтому они прозрачные. Многие пещерные животные бросаются в глаза отсутствием пигментации. Мать природы сохраняет здесь цвет, потому что его все равно никто бы не увидел. Это открытие показывает нам, что окраска во внешнем мире имеет смысл и не является простым совпадением. Однако, предположительно, отсутствие цвета имеет и другую цель. Формирование цветовых пигментов – это усилие для организма. Если животное, вроде заспеум талосум, избавляют себя от этого метаболического процесса, они экономят ценную энергию в бесплодной пещерной среде. Пещера, в которой был обнаружен этот необычный вид и многие другие виды животных, является одной из самых глубоких в Хорватии – до 1392 метров. Жив ли еще Моа? В Новой Зеландии Моа – это легенда. На нетронутых просторах этой страны один из членов новозеландского спелеологического общества сделал захватывающее дух открытия. В 1987 году, исследуя пещерные системы горы Оуэн, он наткнулся на огромный, казалось бы, доисторический коготь, все еще покрытый кожей и мышечной тканью. После детального изучения оказалось, что этот коготь принадлежал Моа, но эти птицы вымерли примерно 700-800 лет назад. Возник вопрос, умер ли этот Моа недавно, или же коготь просто так хорошо сохранился в пещере? Родословную Моа можно проследить на 80 миллионов лет назад и непосредственно до времен динозавров. Моа были самыми крупными наземными животными и травоядными, которых когда-либо видели леса Новой Зеландии. В их популяции были самые разные размеры и формы. Некоторые виды были не больше индейки, другие легко возвышались над страусом. Моа исчезли, потому что на них слишком много охотились, а люди уничтожали места их обитания. По сей день ходят слухи, что отдельные экземпляры до сих пор живы. Однако это пока не доказано. Самое древнее здание в мире. Одна вещь, которая объединяет тысячи культовых объектов на этой земле. Они круглые. Будь то Стоунхендж, кольцевые крепости на территории современного Израиля или культовые места неандертальцев, которые были спрятаны глубоко в пещерах. Все они состоят из круглых сооружений. И по сей день никто не знает, почему в те времена люди так сильно поклонялись этим формам. Глубоко в пещере Бруникель во Франции исследователи обнаружили сталагмиты, сваленные в круглую структуру. Возраст сооружения удивил, ведь при возрасте 175 тысяч лет было ясно, что здесь работали неандертальцы, а не Homo sapiens. Ранее не было известно, что этот вид ранних людей, который предположительно не отличался высокой квалификацией, создавал культовые сооружения. Однако находка в Бруникеле доказывает, что неандертальцы были способны строить сложные сооружения и исследовать глубокие пещеры, что говорит о высоком уровне когнитивных способностей. Площадка была найдена примерно в 336 метрах от входа в пещеру. Людям должно быть стоило невероятных усилий отколоть все сталагмиты, собрать их вместе и сложить в кучу. Таким образом, каменный круг Бруникель – это не только древнейшее место поклонения, но и самое старое из известных рукотворных сооружений в мире. Человеческие черепа в качестве чайных чашек? Необходимость – мать изобретения. Люди, жившие в пещере Гофф в Англии чуть более 14 тысяч лет назад, тоже оправдывали эту поговорку. Этим представителям каменного века не хватало сосудов для питья, поэтому они просто переделали черепа своих умерших товарищей в чашки. Черепа были аккуратно вскрыты и вырезаны, чтобы удалить верхние части и создать гладкие сосуды для питья. Два кубка принадлежали взрослым, а один – ребенку примерно трех лет. На самом деле, черепа были вырезаны настолько тщательно и почти с любовью, что исследователи пришли к мысли, что эти чашечные творения могли иметь ритуальное значение или быть связаны с поклонением предкам. Однако более вероятно, что эти люди просто хотели иметь крутые чашки и не жалелись сил, чтобы вырезать самые красивые костяные чашки на свете. Невозможная жизнь Можешь ли ты представить себе мир, который был полностью изолирован от внешнего мира на протяжении пяти с половиной миллионов лет? Внутри этой пещеры развивалась совершенно иная форма жизни, чем снаружи. Пещера богата сероводородом и другими токсичными газами, а содержание кислорода в ней лишь примерно в два раза меньше, чем в обычном воздухе. В отсутствие солнечного света и свежего воздуха сформировались существа, которые являются уникальными в мире. Метаболизм этих видов работает совершенно по-другому, и несмотря на плохие условия, этот уникальный мир породил 33 ранее неизвестных вида. Маленькие ракообразные, насекомые, пауки и в частности один вид улиток отлично приспособились к необычным условиям жизни. Животные питаются толстым слоем бактерий, которые процветают на серных отложениях в пещере. Пещера Мавиль показывает нам, что жизнь может процветать даже там, где мы считаем это невозможным, и если распространить это понимание на космос, то нам придется искать жизнь в местах, где нет солнечного света и кислорода. Самое отвратительное место в мире. Что толкает людей в самую грязную пещеру в мире? Странное лакомство, а именно птичьи гнезда, которые считаются деликатесом в азиатской кухне. Сбор этих гнезд опасное и трудоемкое занятие, которое выполняется коллективно группами местных жителей. Вместе люди входят в древнюю пещеру и мирятся с тем, что заставило бы нас, жителей Запада, убежать с криками из-за их странных пищевых привычек. В пещере Гумантонг на Борнео обитает примерно 5 миллионов летучих мышей и миллиарды тараканов. Летучие мыши гадят по всей пещере, а это, в свою очередь, привлекает миллиарды тараканов. В пещере Гумантонг помет летучих мышей достигает метра в высоту, и пахнет он просто отвратительно. Тем не менее, добыча является достаточной наградой для местных жителей, чтобы подвергать себя испытаниям, пробираясь через нее, и лишь очень редко западные спелеологи теряются здесь. Пещера строго охраняется, и иностранцам разрешен лишь очень ограниченный доступ. Новости об Иисусе В 1947 году бедуин, искавший сбежавшую козу, наткнулся на то, что мы теперь знаем как свитки Мертвого моря. Коллекция древних еврейских текстов является самой обширной в своем роде, и первоначально состояла из семи хорошо сохранившихся свитков. Позднее раскопки позволили обнаружить еще 900 рукописей и фрагментов. Большинство текстов — это библейские писания, которые воспроизводят еврейскую Библию или Ветхий Завет христиан. Есть и небиблейские писания, такие как литургические тексты, сборники стихов и юридические документы. Считается, что некоторые из этих текстов, написанных на иврите, арамейском и греческом языках, содержат противоречивое содержание, которое проливает новый свет на предыдущие библейские повествования. Особенно интересно происхождение этих писаний. В качестве авторов свитков Мертвого моря неоднократно называются эссены. Также считается, что Иисус был эссеном, или, по крайней мере, был близок к этой группе. Даже спустя более 70 лет после их обнаружения, не все тексты были полностью переведены. Многие писания доступны лишь во фрагментах, и в наше время историки уже используют искусственный интеллект, чтобы заполнить недостающие отрывки. Письмена были написаны со 2 века до нашей эры по 1 век нашей эры, и продолжают появляться слухи о том, что эти письмена могут раскрыть истинную личность Иисуса Христа. Если ты любишь впечатляющее и захватывающее видео, то подписывайся на этот канал прямо сейчас.